Добрый, добрый, добрый день, добрый, добрый вечер, добрый, добрый ночи! У кого какое время, у кого какая страна? С вами Вивьена на канале Вивьена, изотерика и жизнь. А есть еще ведунья Вивьена, это про мужчин и женщин. А есть еще канал Секреты Света, там об очень интересном. И ясновидение, и поток ясновидения, и также по технике регрессивного гипноза. Это мой сертификат, и если кому надо, обращайтесь, пожалуйста. У меня теперь есть сертификат, успешно прошла обучение, программу по технике регрессивного гипноза, специалист регрессивного гипноза, Слипер Контактер. И могу делать и чистки, и узнавать определенные события, которые могут происходить. Это очень интересно, и на 99% достаточно правдиво. Потому что силы света передают данные. То есть, ну, хроники Акаши, с Высшим Я можно поговорить с Вашим, и узнать Ваши действия, Ваши предназначения. Что даже говорит умерший. Что, хотя я не люблю делать, нехорошо умерших теребить. Ну, а сегодня у нас будет расклад о будущем. Я просто хочу о будущем, потому что вот уже будущее на пороге. Год уже завершается, и будущее на пороге. И стопроцентная правда. Что случится в декабре? Ну, вот в ближайший месяц будет. Вот кто будет смотреть сейчас, то в декабре. А так вообще, что случится в ближайший месяц? Что будет? Что уйдет? Что ждет? Что новое? Ну, давайте посмотрим вот так сначала. Так, главное, чтобы всё вошло. Так, сначала, что уйдет от нас? Что ждет? Что будет? И что конкретно новое? Так, что у нас уйдет? Что ждет? Что будет? И что конкретно новое? Смотрим сначала до конца, потому что всё дополняют друг друга. Я и вам делаю, и себе смотрю, потому что расклад, он есть расклад. Высшие силы всё подсказывают. Что уйдет у нас? Уйдет клетка. Что уйдет? Уйдет что-то, где вы... Вот вы как в клетке находитесь, это может быть и работа, которой не нравится. И, допустим, семья, в которой вы живете, вообще не знаете, как оттуда выйти. И родители, и многое чего. То есть уйдет, вы выскочите из клетки. Вы откроете двери к клетке. Давайте сначала просто прям будем сразу докладывать и будем сразу смотреть. Потому что здесь очень интересно. Клетка может быть разная. То есть, допустим, какие-то контракты, что-то ещё держала. Может быть, кто-то на вас сделал магию. Тут тоже есть такое. Кто-то на вас сделал магию, крадник или ещё что-то. И вы здесь выскочите. То есть или обратитесь к специалисту. Если умеете сами, то сами это сделаете. Но здесь идёт, что необходимо будет, у кого магия какая-то на вас есть, необходимо обратиться к специалисту, и он откроет эту клетку, в которой вы сидели. Клетка откроется, вы выпорхнете. Вот это вот уйдёт в следующем. В следующем месяце это уйдёт. Так, я уже сказала, если смотрите сейчас, то это на декабрь. Кто будет смотреть позже, то просто на следующий месяц. Вот понимаете, онлайн-расклады тем и замечательны, что их можно смотреть в любое время. Онлайн-ритуалы можно смотреть в любое время. Онлайн-медитации в любое время. Я вот буду проводить медитации, и будем с вами каждый день встречаться, и будем проводить медитации. Я просто всё для этого готовлю. И для этого сертификат я и получала, чтобы это было дипломировано. Всегда ведь мы пойдём к доктору. Мы не пойдём просто так кому-то к соседке, которая нам посоветует им таблетки выпить, а нас потом скорючат. Мы пойдём к доктору, чтобы он нам сказал и посоветовал, как это надо сделать по науке. Так, что у нас, из какой клетки мы вырываемся? Из дьявольской. Тут на ком-то из вас, но кто будет смотреть, не на всех. Но из дьявольской клетки. Это могут быть и какие-то излишества, желания. Девчонки, кто со мной 4 числа, кто начинал 4 ноября, кто со мной, здесь тоже напишите. Вивиена, я с тобой. Уже скоро будет месяц. Держимся. Больше фу-фу не покупаем. И сказали мы на всю жизнь, сигаретам нет. Кто остался, со мной напишите. И те даже, которые не смогли, в следующий раз сделайте сами. А сейчас мы пока держимся друг за другом. Резида, привет. Татьяна, привет. Это тех, кого я знаю. Так. Из дьявольских сетей вы уйдете, вы разрубите все это. Прямо вот так вот, прям разрубите. Сами сядете на коня и начнете все рубить. И пойдете вперед. Тут идет движение вперед. Карта колесницы, карта дьявола. Вы разрубите это и пойдете вперед. Вам будут пути открыты. Пути будут открыты. Давайте посмотрим, что дальше. Мы еще посмотрим разные варианты. Что у нас ждет? Что у нас ждет? А ждут у нас... У кого-то ждут страсти, мордасти, любовь, морковь, помидор. А у кого-то ждет большая прибыль. Рыбы – это прибыль. Посмотрите, какие золотистые караси. Золотые караси. Золотые рыбки. В три присеста как-то это будет. Давайте посмотрим, что за прибыль. У кого-то будет страсть, а у кого-то будет прибыль. Ну, кто кому что хочет. Кто хочет страсти, будет страсть. А кто хочет материального, значит, будет материальное. Так, что нас ждет? Ну, вот здесь все-таки идет больше материальное. Или придет мужчина, который... Любовь и деньги в одном флаконе. Придет мужчина... Или у вас есть уже такой мужчина, который даст и денежек в кошелечек, и про любовь поговорит. Двойка чаш – это любовь. Ой, опять я задела за камеру, задеваю за камеру. Девчонки, как бы тут чего не напортачить, извиняюсь. Так, и смотрите, что ждет. И ждет действительно, что вот то прошлое, где вы были в клетке, где вы все были обсажены, обтыканы этими мечами, уплывает вдаль другую. И открываются вам, что ждет. Вы станете настоящей императрицей. Вот вы поймете, что вы свободная, что вы – плодоносящее яблоко. Вы – красоты необыкновенной. Вы – движение вперед. Женская сила, мудрость, знания, любовь и плодородие. Вот что ждет-то. И вы как-то успокоитесь. Карты, посмотрите, какие императрица, мир. И вы как-то успокоитесь и поймете, что… Вот знаете, что тут будет? Что вы будете пробиваться как-то, в общем-то, одни. Любовь любовью, да. У кого-то любовь любовью, но вы внутренне будете… Вот смотрите, как интересно выходит. Вы внутренне вдруг поймете, что вы – есть самая высшая точка на этой земле. Это вы. Это ваше высшее я. Это ваша красота, кто женщина. Если смотрят мужчины, то здесь карта императрицы. У вас, может быть, будут какие-то качества вот именно императрицы. А карта императрицы идет впереди, а потом император в колоде. И именно не одиночества, а именно понимание вот этого высшего я, когда вы сами с собой. Вы сами с собой – это и есть личная жизнь. Еще хочется посмотреть, почему… Нет, вот на этой колоде. Сейчас. Почему вот этот вот отшельник вышел? Познание какого-то высшего, высшего что-то. Да, познание высшего даст продвижение. Это вас ждет. Продвижение вперед. Вперед с песнями. Не задумываясь и не зацикливаясь над чем-то. И карта шамана говорит о том, что это действительно истина, и это действительно правда. Вот это вас ждет. Вот, больше после шамана перекладывать не буду. Что будет? А будет у вас карта крест. Карта очень сложная, если в таком понимании. С одной стороны, будет, вам придется еще нести крест того, что вам как бы предначертано там по карме. С другой стороны, карта крест. Вы поймете какую-то веру. Это не важно, что это христианство или что. Просто это крест. Или вы встанете на перепутье дорог, и вы будете выбирать дорогу, по которой вам надо идти. По которой вам необходимо идти. Если вам надо личные гадания, то мои контакты на экране, в закрепленном комментарии и в сведениях о канале, пишите, пожалуйста, буквами в Вайпер, Ватсап, Телеграм. Ну, давайте посмотрим, что же это за крест такой. Потому что у каждого свой. Королева мечей. Тут действительно, вот это что будет, что какой-то крест придется взвалить на себя ради того, чтобы понять, я знаю, я теперь знаю, я знаю, что делать, куда идти и как твердо стоять на ногах. Что за крест? Ну, крест нужно кому-то вынести такой, что нужно распрощаться с прошлым, с прошлыми мужчинами, с прошлыми какими-то отношениями, с прошлыми работами. Оставить это всё и пойти, и пойти, и пойти туда далеко. Оставить все эти ключи, открыть дверь и уйти. Бросить всё это прошлое. И смотрите, и тогда действительно расцветут, расцветут деревья и магнолии, потому что выпал туз-чаш. И тогда у вас откроется сердце для новых воплощений, для новой любви, для новых чувств. Это не обязательно, вот туз-чаш, что это прям вот любовь с мужиком. Нет, у вас откроется ваше сердце, у вас откроется ваша душа. Вы увидите, поймёте, что надо делать. И вот этот крест пережить, расставание, прошлое, может у кого-то человек ушёл вообще в мир иной, отодвинуть, потому что не надо ему мешать, особенно те, кто ушли в мир иной. Не мешайте своими страданиями. Душа там должна определиться. Смерти нету. Вы просто не можете его обнять, понюхать. А он всегда, этот человек, который ушёл в мир иной уже, он всегда с вами. Просто нужно его взять и отпустить. У кого отношения, которые надо взять и отпустить, нужно всё отпустить и прекратить самобичевание, самомучение, и у вас будут привязываться болезни. Тогда смотрите, что у вас будет. Вы этот крест скинете и возьмите в руки чашу, туз-чаш, чашу с любовью. Да, и тут что идёт? И тогда придут у вас деньги, блага. У кого-то будет, что новое будет, кто-то поедет отдыхать. Но здесь предупреждение не напиваться. Не напиваться, осторожнее алкоголи, потому что иначе могут быть какие-то одноминутные встречи, как я говорю, пришли, увидели, победили. А потом это просто плохо может закончиться. Да, вот видите, как раз карта об этом говорит, об висельник. А надо всё по справедливости, то есть думать надо, что делаете. Ну, здесь идёт, я могу сказать, что вот на декабрь, да, есть трудности, которые надо будет решить, есть ошибки, которые можно совершить, и тогда повернётся по-другому. Я вам сказала про эти ошибки, будьте осторожны, не совершайте их, и тогда всё пойдёт вперёд, вперёд, вперёд. И чего достигнем-то мы? Давайте посмотрим, что нас ждёт, то есть что будет. И чего достигнем? Ну, достигнем мы тут, сердце всё-таки ваше будет. Вы уберёте своё разбитое сердце и пойдёте по дороге вперёд. И будете уже и обороняться, чтобы никто не позволил проткнуть ваше сердце, ваше тело, вашу кожу какими-нибудь кактусами, шипучими, чтобы кровью обливалось ваше сердце. Я тут сказала, и в таком смысле, и в другом, поймёте сами. Потому что здесь будет... У кого-то действительно будете обороняться от втыков, от кожных втыков кровяных. А кто-то будет обороняться, чтобы не ударили в сердце, чтобы не потекла кровь любовная. Тут я видела, что сопротивление идёт. А в декабре действительно будет сопротивление. надо пережить. Декабрь нужно пережить. Декабрь сложный месяц. И смотрите, ещё идёт, что у вас будет. Могут быть какие-то тайные деньги или тайные мысли. Или вы пойдёте к кому-то, тут идёт ангелы за вас, пойдёте к кому-то, к ведьме, к ведьме, к ведуньи, к магу. Да, будете платить деньги для того, чтобы открыли вам дороги и убрали какую-то магию. И это вас ждёт. У кого нету никакой магии, то идёт то, что будут какие-то деньги тайные. Ну, то, что не зафиксировано там налоговой, что не очень правильно, но такое пока в нашей жизни есть. И давайте посмотрим, а что новое? А новое полностью перетрансформация. Вы посмотрите, что новое. Карта смерти. Карта смерти, она тоже очень сложная карта. в колоде Ленорман, но она не говорит, как о явной смерти, очень редко, только в определённых сочетаниях. Она всегда говорит нам о том, что происходит перетрансформация души, перетрансформация внутреннего мировоззрения. Ну, давайте посмотрим, а в чём трансформация-то произойдёт. Вот это будет новое. Вы просто, вы клетку откроете, и всё. Надо новый дом строить, новую жизнь, новую дорогу. В чём будет эта перетрансформация? Да, вы начнёте садить новый сад, сажать новый сад. Из росточков новый сад. У кого, например, было полное там, с деньгами очень тяжело, тут семёрка пентакли, семёрка пентакли, это уже когда росточки появились, уже есть надежда, уже появились росточки. Какая перетрансформация будет? Идёт то, что дом, семья, какие-то вот устои, вы по-другому это будете воспринимать. У кого-то будут воссоединения с родственниками. Ближе надо быть с теми, кто вам по крови, кто самые родные, с детьми, с сёстрами, с братьями, с дядьками, с тётьками. Вот муж и жена – это два чужих человека на земле. Родные между ними становятся кровными, наши дети, внуки и так далее. Так, и могу ещё точно сказать, перетрансформация случится и очень серьёзная, потому что здесь не только такое о любовной жизни, здесь ещё говорится, как я сказала, о втыках. А втыках? Кому в руку, куда, кому куда. Втыки. И тут говорится, что вы будете защищать свою семью, своих детей от этих втыков, десятка мечей. Если мы смотрим просто на ситуацию, там, любовную или рабочую карьеру, то здесь будет такое, что вы как бы вытащите из себя эти все мечи. Вот то, что вы в себя понатыкали, сами воткнули эти мечи, то вы будете их вытаскивать. Сначала с болью будете вытаскивать. Если мы говорим о ситуации, которая сейчас происходит вообще в мире, вот мы смотрим как бы декабрь, ближайший месяц, то здесь я вам говорю, вы будете защищать свою семью от этих втыков. А кого вы будете защищать? Почему вы будете защищаться? перетрансформация? Да, будете защищаться от муниципальных органов, будете где-то тормозить, будете свой дом защищать, детей защищать, всех будете кровных защищать, потому что вас поставят, что или вы подписываете какие-то бумаги, или не подписываете, а у вас идет перетрансформация, и вы как-то будете сопротивляться этому, и многие не будут подписывать это, и втыка не будете делать. А у кого-то кто-то, кто-то, вот, потому что вы будете защищать своих детей, оно у меня слово, защищать будете своих детей, то есть самых близких, чтобы не дать втыкнуть своих детей. И если эта ситуация просто, вот, ну, человеческая, не то, что происходит сейчас вот на планете, а если эта ситуация ваша, вот, как бы человеческая, то вы здесь тоже будете по-другому относиться к дому, к родственникам, к своим детям, потому что вы поймете, что это самое дорогое, что есть на земле. Девочки, самое дорогое для женщины это ее ребенок. Если женщина на первое место ставит член мирового сообщества, а потом своего ребенка, то это не женщина. Это хуже, чем кикимора. Потому что для женщины, для нас самое важное на земле. И вот это самое важное и новое это наши дети. У кого-то это будет беременность и кто-то будет сохранять свою беременность. У кого-то это будет оберег на своих детей и нужно ставить оберег. И кто уже сделал эту модную процедуру, я давала молитву, которую можно читать и она нейтрализует действие этих веществ химических. Вот наши дети. Вот наш расклад что новое. И пишите в комментариях я вот я пишу говорю я Вивиена защищаю себя всех своих кровных и своего ребенка. Я стою на страже своего ребенка и своей семьи. Да будет так. Пока-пока. До новых встреч. С вами была Вивиена. Вивиена.